Константин Сергеевич, давайте вспомним, как это было 20 лет назад. Я напомню, если вы вдруг забыли о том, что вы в тот момент были мастером по ремонту оборудования в трубопрокатном цехе номер один. 20 лет назад впервые услышали аббревиатуру ТМК. Что тогда подумали? Может быть, уже почувствовали, что грядет ваше время? Александр Петрович, знаете, я 18 октября 1992 года устроился на завод. И мы должны понимать, что работая в 90-е годы, мы переживали много. Мы начинали узнавать такие слова, как «собственник», «управляющая компания». И завод, в общем-то, переходил из одних рук в другие. И вот пришел бренд ТМК – трубная металлургическая компания. И уже из самого названия понятен смысл создания этой управляющей компании. И в 90-е годы, когда нам не хватало уверенности в завтрашнем дне, мы вдруг вместе с коллегами в цехе поняли, что это надолго. И это про нас. И пришло определенное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Вот такое первое и очень важное для нас знакомство состоялось с брендом ТМК. Вот по вашим ощущениям, ведь, согласитесь, трубная металлургическая компания пришла не сама по себе. Она привела за собой, если можно сказать, модернизацию предприятия. И именно вот этот маховик, закрутившись, изменил вокруг себя, по сути дела, пространство и время. Поменялись судьбы людей. Поменялась ваша судьба. На тот момент вы это уже понимали, что все меняется? И как по вашим ощущениям и, может быть, по вашим оценкам, вот то, что сделано, модернизация на Северском трубном заводе, это понятно, что шаг вперед, но насколько это масштабное событие? Вот если говорить о технической модернизации, то надо же тоже понимать, что Северский трубный завод, который до прихода трубной металлургической компании, он развивался на старой технической, технологической базе. Мартеновское производство, Пельгерстан. Поскольку я инженер и занимался обслуживанием электрооборудования, я видел и знал, и обслуживал то оборудование, которое было. С приходом ТМК за несколько лет, безусловно, даже по сути десятилетий, поменялось принципиально. Посмотрите, какая глубокая модернизация произошла технологии. Сегодня самое современное столеплавильное производство. Сегодня самое современное трубопрокатное производство. Посмотрите, какая глубокая степень автоматизации всех процессов, начиная с бизнес-уровня, кончая управление машинами и агрегатами, сегодня присутствует. По сути, это очень интересно. И я могу себе представить, и я это тоже пережил, какая мотивация у работников работать на современном новом оборудовании. И, безусловно, менялись вид судьбы. Посмотрите, какой коллектив сегодня работает. Вместе с наследием ветеранов, сегодня техника. Это просто интересно приходить, на самом деле, на работу. Ну, для меня это судьбоносно, потому что в моей судьбе и была служба АСУТП. Были еще управленческие задачи. Это ваш собственный вклад? Нет, это не только мой собственный вклад. Это вклад общего труда наших коллег. Поэтому, безусловно, вместе с техникой, вместе с технологией, менялись и мы по ощущению внутреннему. Поэтому, мне кажется, это даже может быть важно и больше важно, чем техника. Давайте еще немножко о воспоминаниях. Буквально несколько слов о том периоде, когда создавалась служба АСУТП. Это вот как раз связано с вашим именем. Вы, насколько я знаю, добивались создания этой службы и в этом были абсолютно солидарны с управляющим директором. Ну, абсолютно точно, Александр Петрович. Так мне посчастливилось, что, по сути, начало 2000-х совпало с таким бумом цифровых технологий. Именно с этого времени началась цифровизация завода. И мне посчастливилось быть у истоков этой темы. Мы вместе с коллегами, которые уже, в общем-то, обслуживали установку печь-ковш на базе этого участка, 12 человек, и я начали развивать, как сегодня уже говорим, большую эффективную службу. Поэтому, ну, это, на самом деле, действительно очень важное для меня. И тема автоматизации процессов сегодня, она, ну, является определяющим для конкуренции предприятий. Северский трубный завод... Ну, это шаг, который необходимо было сделать в любом случае. Он неизбежен. Я знаю, что управляющий по этому поводу очень много говорил и вообще удивлялся, да, как, в принципе, на таком заводе не существовала такая служба. Ну, на самом деле, существовало. Существовали участки, и они просто были раздрознены и обслуживали по своим границам ответственности то оборудование, которое нужно было обслуживать. Наша же задача была все-таки в масштабе завода, и руководители уже тогда понимали масштаб технического и технологического перевооружения. Поэтому стояла задача объединить эти усилия. И я считаю, что коллектив с этим прекрасно справился. Я абсолютно убежден, даже если хотите вы этого, не хотите, но большая часть жителей нашего города воспринимает вас как часть команды Северского трубного завода, трубной металлургической компании. Вот формально вы в любом случае человек независимый. Первое должностное лицо в городе, поэтому вопрос мой корректный. Вот скажите, насколько команда трубной металлургической компании работает всегда на плюс? Вот здесь я ударяю как раз слово «всегда». Бывают ли исключения? Вы знаете, надо здесь сказать о системе управления и о менеджменте завода. Он всегда исторически был эффективным. И производственное, промышленное предприятие такого масштаба существовать, наверное, не могло бы, если бы не было эффективным. Поэтому сегодня, ну, огромное спасибо за то сравнение с принадлежностью компании. Действительно, 25 лет работы на заводе не прошли даром. И я сегодня в своей работе очень активно применяю те инструменты менеджмента, которые получил когда-то от своих старших коллег. Надеюсь, это эффективно. Надеюсь, люди это видят. Поэтому это тоже очень для меня большая ценность. Но я еще больше хочу спуститься вот как раз в эту тему присутствия трубно-металлургической компании. Скажите, ТМК на территории это все-таки всегда плюс? Потому что легко предположить ситуацию, когда вы приезжаете в область, встречаетесь с областными чиновниками, они говорят вам, ну, у вас же там ТМК-то, собственно, пусть она и решает эту проблему. Но бывают ли такие случаи, как вы из них выбираетесь? И все-таки возвращаю вас к вопросу. ТМК это плюс? Давайте разделим этот вопрос на две части. Для города жизнь, его работа связана с бюджетом. Конечно, он у нас на самом деле невелик, ровно как и на других территориях. Поэтому мы всегда думаем о том, кто бы нам предложил помощь в решении разных вопросов. И здесь, конечно, опора и поддержка градообразующего предприятия в вопросах проектирования, в вопросах поиска какого-то инженерного решения. Она на самом деле неоценима. Специалисты завода сегодня у нас в городе на оперативках принимают самое активное участие. Поэтому это работа на плюс. Ну и, наверное, самая главная, самая базовая вещь – это то, из чего наполняется доходная часть бюджета городского округа, любого на самом деле. Определяющим является налог на доходы физических лиц, который составляет всю основную нашу доходную базу. И здесь-таки опять, безусловный плюс – это Северский трубный завод, работники которого со своей заработной платой этот налог платят. И мы имеем возможность планировать те городские проекты и работы, которые сегодня делаем. Поэтому это, безусловно, работа всегда на плюс. Одни сплошные плюсы. 20 лет – это на самом деле действительно весенний возраст. Впереди исполнение самых заветных планов, творческих планов, коммерческих замыслов. Мне бы очень хотелось расспросить вас о том, как вы видите следующее 20-летие. Вот как раз в то самое время, когда будут притворяться самые амбициозные планы трубной металлургической компании. Насколько они будут притворяться в Полевском? Вы знаете, мы, разрабатывая такие жизненные стратегии развития наших городов и в Свердловской области, все время говорим о том, чтобы как-то диверсифицировать экономику и уйти от монозависимости разных городов. От меня не раз слышали, и, наверное, сегодня повторю то, что говорю всегда, мне, как городоначальнику, очень комфортно знать, что со мной рядом надежный, на самом деле, стратегический партнер. Северский трубный завод, трубная металлургическая компания, ну, по сути, закончила главный этап – это техническое переоружение всей основной технологии. И тот задел на 20, а может быть, 30 лет вперед, он, по сути, обеспечен, обеспечена конкурентноспособность предприятия. Через конкурентноспособность я вижу, прежде всего, обеспечение заработной платы людей. Будут рабочие места, будет выпускаться столь нужное государство продукция, трубы стальные. Поэтому город Полевской однозначно при поддержке ТМК гарантировал себе, по сути, ну, давайте будем говорить, безбедное существование на 20, может быть, 30 лет вперед. Уверен, что это время пролетит быстро, и вся технология сегодня новая, наверное, через 30 лет станет, может быть, уже не новой, и будут новые этапы развития. Я совершенно уверен, что вот эта традиция поддержания новых техник, новых технологий, она сохранится, и город Полевской будет получать удовольствие не одну сотню лет от присутствия здесь металлургического предприятия. Продолжение следует... Продолжение следует...